Да, есть. Сегодня, в преддверии праздника Шивот, мы вспоминаем, и во время Сферотомера, мы вспоминаем, с одной стороны, про сельское хозяйство, а с другой стороны, про книгу Руд. И вот я в очередной раз перечитал книгу Руд и обратил внимание, что там ключевые события происходят на Гумне. А зачем нам в Танахе книга Руд, весь ее смысл в том, что это показывает, откуда взялся Давид. А какое главное дело в жизни Давида, это построение, закладка храма на Храмовой горе. А что это была за Храмовая гора? А это тоже было Гумно-Аравене. Вот видите, вот здесь Худ и Боза на Гумне, происходит объяснение, и видно, что это важное место. А вот здесь Давид закладывает, строит жертву, он складывает храм тоже на Гумне. То есть видно, что это место важное. И вот я решил разобраться, что же это такое. Значит, давайте посмотрим дальше. Что ж такое Гумно? У нас оно ассоциируется с что-то такое сельскохозяйственное. Гумно, Вин, Рига, Скотный двор, короче. Ну, это, в общем, то место, где молотит и веет зерно. Как это делается? Делают большую плоскую площадку, или вырубают в скале, или утаптывают. Куда свозят снопы, и дальше запускают быков, они топчут эти снопы и отделяют зерно от стеблей. Это делают или быки, вот, просто топчут. А в наших краях принято делать вот как. Быки тянут такую деревянную барану. Это доска с камнями. И они выбивают из стеблей зерна. Иногда это делают иначе. Иногда, вот видите, вот другое Гумно, а здесь цепы. То есть, выбивают зерно из стеблей. Цеп – это палка, которая привязана к короткой цепи. Теперь мы видим из всех этих картинок, вот видите, здесь сток снопы лежат. Здесь тоже снопы лежат. Вот тоже Гумно, а вот здесь сельскохозяйственная постройка. Гумно – это не просто как бы площадка для обработки зерна. Туда свозят снопы, их как бы обрабатывают, молотят. Потом провеивают. Это поднимают вилами и ветром сдувают всю шелуху с зерен. Значит, это технологическая площадка, и там скапливается зерно. То есть, это промежуточное зернохранилище. Поэтому тут есть дома, тут иногда хранят или снопы, или зерно. В общем, это целый сельскохозяйственный комплекс. Теперь, сейчас, где этот комплекс находится? Он не может находиться в городе. Он находится рядом с полем. Это далеко от города. Но второе требование, потому что на гумне зерно и молотят и веют. Там должно быть хорошо продуваемое место. Поэтому старается делать гумно на высоком месте. И это место очень важное. Вот, смотрите. Вспомним Давид и вместе под названием Киила. Вот праздник кущи совершался, когда убираешь своего гумна из давидения. То есть, это праздник сбора урожая. И вот в тот момент, когда на гумне скапливается много зерна, это же за городом, это не в стенах. Приходят всякие враги и пытаются все это украсть. Это пилистимляне воюют против Киила и грабят гумна. Потом мы прочтем, как медианитяне грабят гумна. И это сохранить все равно очень важно. Вот видите, известили Давида, сказали пилистим, не грабят гумна, что, мол, защити нас. Давид спрашивает Всевышнего, воевать ли с ним или нет. И Всевышний говорит, иди воюй. Это важное дело. И Давид пошел воевать. И, в общем, мало не показалось, что он Шауль там достал. То есть, защищать это довольно важная функция. Теперь, это место важное. Но у него есть еще другой аспект. Мы говорили, что гумно, оно должно быть высоко, чтобы там провеивать зерно. И тут же у нас сразу возникает ассоциация высоты, которые есть в Танахе, в Бомо. Вот видите, вот фотографии разных гумен, я не знаю, как это сказать, в наших краях, в Греции, в Словении. Видите, вот в высоком месте стоят. И вот здесь же совершаются какие-то религиозные действия, потому что место само предполагает такое. Видите, вот в Танахе говорил про высоты. Вот это и есть высоты. Видите, одни из вариантов высоты. И поэтому у него есть как бы две ипостаси этого места. Одно, одна ипостаси экологическая, а другая религиозная. Видите, высоты. Значит, что мы знаем про высоты? Это, то есть, Тарая вообще-то к ним относится плохо. То есть, плохо по последним книгам Тарая. Но вообще-то отношение к этому амбивалентное. И вот почему. Как мы помним по книге дворей, поклонение Всевышнему должно быть в одном месте. Правда, она не говорит, в каком именно этом месте. А другие места плохо. Но что делать, когда этого единственного места нет? Смотрите, евреи пришли в обетованную землю. И нет еще храма. Даже когда построили Шулу, то Шмуэль приносит жертву в других местах, в Гильгале. А тем более, когда эпоха Шулу кончилась, и все царствование Шауля, и почти все царствование Давиды, и часть царствования Шулу, где-то 60 лет, нет храма в Иерусалиме. И где поклоняться? Поклоняться на высотах. И вот мы видим, что даже царь Шулу пошел в Гибгон принести жертву, там была большая высота. И именно там он получил как бы пророчество, то, что ему нужно построить храм. Он должен построить храм. После того, как храм построен, отношение к высотам становится резко негативное. Но до этого они как-то допускаются. И вот Гумно – это один из вариантов высот. Теперь давайте пройдемся по Танаху и посмотрим разные истории, которые с ним связаны. Я насчитал шесть таких историй. Первая – история города Атад. Это история как похороны Якова. В книге Баришит. Вся семья Якова находится в Египте. Яков там прожил 17 лет, умер. И его везут похоронить в Эрице Сраэль. Вот здесь написано, как это делать, как это делали. И видно, что его вот зашел Юсеф погребать своего отца, зашли с ним все к ней слуги Паро, старейшины и так далее. То есть Яков относится как не только как к важному египетскому человеку, поэтому погребают его в какой-то комбинации египетских обычаев и еврейских. Потому что, смотрите, ему 40 дней бальзамировали и оплатили 70 дней. Это, видимо, египетские обычаи. По еврейскому обычаю нужно 30 дней. Когда мы здесь читаем, такое впечатление, что колоссальная правительственная делегация Египта идет погребать Юсефа. И вот они дошли до места под названием Горан-Гаатад. И там была скорбь, и был семидневный траур, и увидел обитатель земли Кнани траур на этом месте. Я его вожу в такой Горан-Гаатад. Да, и назвали это место Эвель-Мицраем. Вот это же описывается название какое-то странное, оно описывается в Гемарисо-Та, Медраж, что это такое. Атад это какое-то растение с колючками, судя по всему. Но вот Google Translator переводит его как ежевика. То есть получается, что там ежевичное гумно, земляничная поляна, ну, не важно. Главное, что это место какое-то очень выделенное. Где она находится, это большой вопрос, потому что по-текому говорится про Эвера и Арден. Я сейчас не буду рассказывать разные аргументы по поводу как это понимать. вот можно прочесть профессора Йоэля лицово со слов своего отца, который помещает это место в то, что сегодня называется Бетхогла. Как они, как эта вся история описывается, вот здесь идёт, вот идёт процессия, идёт по Дерахамеллах. Теперь в чём смысл этой процессии? Это происходит давным-давно, примерно где-то минус 15 век. В минус 15 веке вся эра Сесраэля находится под контролем египтян. У египтян есть гарнизон. Один гарнизон в Газе, а другой в Бетшане. Каждый год они там меняют солдат. Каждый год идёт большая воинская подразделение на смену караула. И вот видимо под это дело привязаны похороны Якова. то есть вот египтяне идут вот так в Бетшар, а евреи идут так же. Вот здесь все вместе останавливаются, делают большой церемонии похорон Якова. И дальше египтяне идут сюда, а евреи идут в Хеврон и хороок Якова в Хевроне. Комментаторы нам говорят, что этот поход был репетицией исхода. Видите, обычно-то из Египта идут вот так через Газов Феврон, а тут пошли через Авера Ярден, чтобы отрепетировали маршрут исхода. Но на тут важном месте, видите, какое место. Выбрали для такого важного места, которое отовсюду видно, подписано Хамоней, видели, что происходит. Это место Гумно. Получается, что у этого Гумно есть не только технологическое значение, а церемониальное какое-то значение, я бы сказал, религиозное. Пойдем дальше. Вторая история, которая связана с Гумно. Я сейчас иду не кронологически, а просто по теме. История про царей Ахава и Иошафата. Царь Ахав царь Израиля, царь Иошафат царь Иуды. Это редкий случай, когда между Северным и Южным царством было какое-то взаимопонимание. Вот царь Ахав пригласил царя Иошафата в гости. Они там поели, попели, Ахав говорит, давай повоюем с кем-нибудь ромейцами. Иошафат колеблется и говорит, давай спросим мнения Всевышнего. Они собирают пророков. 400 пророков. Где это происходит? Там, где они обедали, ясно, что нет. Там 400 человек не поместятся. Они выходят за городскую площадь. Видите, за город у входа ворот Шамрона и садятся на гумне. Получается, что это гумно, оно исполняет роль с одной стороны, как городская площадь, а с другой стороны, это место, где пророки получают свое пророчество. Вот, так сказать, известная история. Позвали пророку, вот один цитияо вышел с каким-то железным орудием и говорит, вот этим ты избадаешь арамецев, а Ершафат говорит, может у тебя какой-то другой пророк есть. Вот приглашают пророка Михаила и он говорит, что мало не покажется, проиграете вы войну. В общем, происходит пророчество. Для того, чтобы происходило это пророчество, нужно определенное место. Это место гумно у ворот Шамрона. Теперь дальше посмотрим. Давайте дальше смотреть. Вот у нас Шамрон, как он сегодня. Может, кто из нас там был и город на самой верхушке. То есть ворота где-то наверху и гумно тоже там. И тут мы вспоминаем, откуда этот город появился. Это царь умрет, отец Ахава. Он купил у Шемера гору Шамрон за два таланта серебра. сумма совершенно колоссальная. Тут мы можем спросить, а что он там купил? Нескушенный человек может сказать, ну как же, такая площадь, видите, на главную. Но ведь смотрите, земельные законы тогда и сейчас они были немножко другие. какая земля продавалась? Продавалась поле. Продавалась только обработанная земля. Не обработанная земля, это пастбище, это общественное достояние, но не продается. Если помните, Абрам пытался купить Марата Махтелла пещеру, ему сказали, пещера не продается, только вместе с полем. Потому что пещера это не обрабатываемая земля. А здесь это гора, на горе нет полей. Что именно купил Умри за эту колоссальную сумму? Он гумно купил. Вот чем фокус. Он купил как бы что там было на этой горе? Гумно было. А почему это дорого стоило? Видимо, смотрите, какая хорошая гора. Там вокруг долины, а она высокая гора среди долин. Видимо, она использовалась для каких-то ревьерных целей. Поэтому он заплатил за нее столько денег. Гумно и оно же высота как бы место для звездного поклонения. Это перекликается с тем, как Давид покупал гумно. Значит, смотрите, давайте вспомним эту историю. Вот навел Господь Мор на Исраиль и умерло там 70 тысяч человек. Ну, это, конечно, не коронавирус, но средств защиты не было. Ну, в общем, серьезное дело. И видели ангела, который как бы навел Мор и где этот ангел был? У гумно ровен и в усе. То есть видно, что это место, оно как бы притягивает божественные силы, что ли. И Давид купил это место. И в дальней вот видите, купил гумно за 50 шекелей, поставил там жертвенник и прекратился Мор. Ну, вот так тогда воевали с эпидемиями. Давайте посмотрим, как это было. Вот город Давида, видите? Это вот здесь долина Кедрона, вот здесь долина Терапиона, сейчас здесь находится Котель, это долина Засептона, тогда вот была ложбина. А вот гора Мария и вот Гумно. Это логично, вот город, а Гумно далеко от города. Вот это вид с обратной стороны. Вот город Давида, а вот храмовая гора, когда там еще не было храма. Вот это было Гумно, и вот тут Давид построил жертвы, на котором Шломов в дальнейшем построил храм. То есть видите, у нас и Давид построил храм на Гумне, и параллельно в Северном царстве царь Умри тоже заложил город возле Гумна. То есть это видно, что место как бы очень-очень влажное. У нас есть еще одна история, которая связана, это история с перевозкой ковчега. Давайте вспомним, как это было. Евреи воевали с филистинами и принесли ковчег, проиграли войну этого времена Шмуэля, и филистинами решили этот ковчег вернуть евреям. Запрягли две телицы, новая повозка, поставили ковчег, и эти телицы сами принесли этот ковчег куда надо. То есть никуда он не опрокинулся, никуда его не растрясло, все было в порядке. А потом Давид решил этот ковчег перенести в Иерусалим, потому что там уже был жертвен. И вот сделали то же самое, поставили на новую повозку ковчег, повезли, и дошли до Гумнана Хона, и Уза валы тряхнули его, Уза его поддержал и был поражен молнием. И тут мы спросим, когда эта повозка шла без людей, и ничего страшного с ней не произошло. А теперь, когда евреи сделали в общем-то то же самое, что-то произошло. А в чем разница? Разница очевидна в месте, где Уза был поражен. Они проходили, то есть этот маршрут проходил через Гумнана Хона или Кедона в книгах Хроник. И это место, оно, как бы сказать, там есть божественное присутствие, видимо, особенно сильное. И там никакие как бы фокусы недопустимы. Пока они шли от Гивы до этого Гумна, ничего не было. А как только дошли до этого Гумна, то сразу как божественное присутствие проявилось, и малейшая площадь этого Уза привела к его гибели. То есть мы еще раз видим, насколько важно это место. Но смотрите, что было после этого? После этого перестали возить ковчег на повозках и левит его перенесли. А тут уже все как полагается. Я думаю, что уже ни на какое другое Гумно не заходили. То давайте перейдем к следующей истории про Гидона. Эта история подлиннее, значит, идет длинное начало, вот книга судей, когда посеет Исраиль, поднимались медианитяне, а малекитяне нападали. И нам рассказывается в книгах судей, про Гидона, который живет в Офра-Авезе. Он и с коленами наше. Коленами наше, вот его территория, это Эмек Израиль, и где находится Офра, нам не очень понятно, может быть, это Афула. Он где-то здесь. Вот медиане отсюда приходят и грабят все, что могут грабить. Нам сказано, что пришел ангел Господень сел под перебинком в Афре, а сын Гидон молотит пшеницу винодельную, чтобы скрыть ее от медианитя. Вообще-то пшеницу молотят в гумне, на гумне, а в винодельне делают вино. Но посмотрите, что такое гумно? Мы же говорили, это плоская поверхность, каменная или земляная. А что такое винодельный гад? Это тоже плоская поверхность. Технически здесь можно молотить зерно. У него просто косик маленький, нельзя быков загнать, можно только цепами молотить. Но в принципе это можно. Но в чем разница? Гумно находится возле полей, оно далеко от города. И туда медианитяне, как бы все другие грабители, они нацеливаются на это место и грабят зерно там. А винодельня, она внутри города, она внутри стен. Если здесь молотить зерно, то это более безопасно. И вот Гедон молотит зерно вот здесь. Он использует винодель в качестве гунна. И вот появился перед ним ангел и дальше идет разговор с ангелом. Гедон готовит озленка, жертвы и в конце концов ангел сказал возьми мясо и мацо положено скалу, похлевку выли и простер он конец зла, вышел огонь и сказал чудо короче сделал. В общем вот принял жертву. Произошло на глазах у Гедона, произошло чудо. Чудо произошло возле того места, где он молотил пшеницу. Результатом этого чуда было то, что Гедон потом пошел и сломал идолы Бала и стал челыми рубовал и в общем кончилось там идолопоклонство в его городе и начали поклоняться Всевышним. Читаем дальше. Потом медианитяне амаликитяне собрались вместе, перешли в Ярден и короче на Агидона он теперь лидер и на него упала обязанность защищаться от медиан и амаликитяна. И тут он начинает какие-то фокусы с шерстью. На гумне причем. Теперь он уже не боится, он идет все свои действия делать на гумне. он непосредственно разговаривает с Богом, он как бы уже как пророк и вот он начинает ставить стриженую шерсть на гумне, если роса будет на шерсть, это будет так, как он заказывал, так и сбылось, ему это показалось мало и на второй день он спросил Всевышнего, а сделай вот по-другому, что было, Всевышний сделал, что по-другому и в общем получил он знамение на гумне и после этого пошел воевать с Маликитяном, то есть с Медянитяном. Но мы уже много вопросов задавать по этому поводу, но самый простой вопрос такой. Человек только что говорил с ангелом, ему что, мало, так сказать, божественного присутствия, зачем ему еще какие-то другие чудеса. Он сам ангел видел, ангел, какое чудо сделать. Высек там огонь из скалы, вызвал огонь с неба. Зачем еще что-то делать? Ну тут надо принимать немножко к сельскому хозяйству. Смотрите, что происходит. Еду, он сначала, он молотит пшеницу. Когда молотит пшеницу? Пшеницу подпевает после шивода. Это происходит летом. Так? А вот здесь речь идет о том, что у него стриженная шерсть на гумне. А когда стригут овец? Это интересный вопрос, а овец стригут весной. Их стригут тогда, когда зимой не должна быть шерсть, потому что иначе они простудятся, а летом у них не должна быть шерсть, потому что иначе они соприваются. их стригут вот в тот момент, когда кончается холод, начинается жара. Судя по всему, это лаг боуфля, потому что вот то, что у нас осталось в Халаке, когда DPS стригут, то вот это видимо Хага Гэзи, праздник стрижки овец. Он у нас есть, кстати, в Танахе, вот вы запомните историю обшалом и амнона, она как раз происходит по поводу праздника, во время, когда стригут овец. И овец стригут весной, а пшеницу молотят летом. Поэтому было вот это чудо, это было летом. А вот то, что сейчас происходит, шерсть на гумне, это происходит по крайней мере через год. То есть это не по тексту получать что-то сразу, одно за другим. Но мы понимаем, что проходит по крайней мере 10 месяцев, если не больше. Конечно, все чудеса с англами уже все забыты. Так сказать, и нужно замыкать. А теперь мы собираем, что же здесь Гедон делает? Вот если ты намерен спасти Исраиль моей рукой, вот я ставлю стриженную шерсть, это Расан на шерстье, буду знать, что спасешь рукой моей Израиль. Он гадает. В общем, гадает. С гаданием он не единственный, кто гадает. Мы вспоминаем, что помните историю Иосифа и Серебряный кукол, который был подложен в мешок Бениамина. Я перескакиваю как бы с одного места на другое, но я думаю, что все помните эту историю. Вот слуга Иосифа подложил кубок в мешки братьев и вот найден этот кубок и слуга упрекает братьев, это же тот кубок, из которого Иосиф гадает. Вот братья вернулись к Иосифу, вот этот самый кубок, он говорит, что вы не знаете, что я гадаю на кубке, гадали тогда, и то, что Гедон делает, это гадание на шерсти, оказывается, такое было, не он единственный гадал на шерсти, это и как бы в других хрониках есть, что ставят шерсть на гумне, если там будет роса, не будет роса, заметен, но где это происходит, он гадает на гумне, он понимает, что в этом месте есть высшие силы, понимаете, как, теперь неискушенным людям может казаться, что то, что он делает, это чудеса вызывает, но это совершенно не так, это совершенно никакие не чудеса, причем он сам это понимает, что это не чудеса, вот почему, вот это карта, где роса выпадает, вот здесь находится Амек Израиль, это рекордсмен по упадению росы, тут большей часть ночи, большей половины ночи в году там упадает роса, то, что там вообще упадает роса, это случается как бы кольше не в хамише, теперь в чем гадание заключается, в первую ночь он говорит так, чтобы на шерсти была роса, а на земле чтобы не было росы, это бывает как бы сплошь рядом, вот видите, на машине роса, на земле нет росы, мы это наблюдаем как бы довольно часто, теперь, по кексу, росы не было, а была влажная шерсть, как это как это может быть, был очень теплый влажный воздух, теплая ночь, шерсть, она впитывает росу, впитывает воду, но снаружи не намокает, и поэтому неудивительно, что была, могла быть, шерсть была влажная, а земля была сухая, теперь вторая ночь, это вот что, он запросил, чтобы на шерсти росы не было, а на земле была роса, такое бывает тоже довольно часто, что происходит, если в почве много воды, то она выделяется через растение, вот видите, какая здесь роса хитрая, то есть вода поднимается здесь и выделяется там, где канальчики выходят наружу, вот видите, как роса, это не роса, которая с воздуха, это роса, которая с земли, вот это обычная роса, которая выпадает из воздуха, а вот это вода, которая выходит из земли, роса, которая выходит из земли, видите, она на краях листья, еще такая картинка, вот это настоящая роса, которая из воздуха, а вот это, которая из земли выходит, понятно, что шерсть не намокнет, то есть то, что Гидон, так сказать, делает на обо мне, он просто гадает. То есть, переводя на сегодняшний язык, это выглядит вот как. Первую ночь он загадал примерно так. Вот я бросаю монетку, и если три раза подряд выпадет орел, значит, в сегодняшний день поможет. А на следующей ночь он говорит, а если, давай будет так, а теперь я хочу три раза бросать монетку, пускай его будет решка. Три раза подряд. Вероятность такого события 1,8-1,8. А если вместе, там, 1,64-1,5%. Редко, но бывает. В общем, на гумне гадают. Что? И мы сейчас приходим к последней истории, которая связана с гумном. Это история рук. Давайте вспомним, как это было. Рут Наоми возвращаются из Муава, приходят Бритнахам, и тут Рут начинает подбирать колоски и случайным образом попадает на поле к родственнику своей свекрови Наоми. Вот она всю жаду выбирала колоски и чменя и пшеницы. Жила у свекрови. Как это выглядит? Живут они в городе, а поле за городом идут они собирают и Рут идут собирать колоски довольно далеко от города к полю. И вот когда выяснилось, что все это происходит там, где поле Боза родственника вот Наоми, вот Рут, и все это происходит на поле Боза, который родственник мужа Наоми. И Наоми дает совет Рут. Вот родственник наш Боз Грит, и чмель на Гумне. А мой и дает она ему совет, дает она ему совет, дает Наоми совет Рут. Ну, в общем, меня как бы всегда от этого коробило. Она, вот она такой совет дает. Ну, короче, 11, Патч-6, наведи марафет, иди к мужику на Гумно. Еще тот совет, так скажем. Что она имеет в виду? Она, очевидно, имеет в виду историю Тамар и Иуда. Тем более, что эта история Тамара и Иуда, они цитируются в книге Рут. Смотрите, Тамара, не еврейка, Рут тоже не еврейка. По-видимому, Наоми ей пророчит такую же судьбу. То есть, короче, переоденится у женщины легкого поведения и в соответствии с Боза. Теперь, причем здесь Гумно? Причем здесь Гумно? Смотрите, значит, когда идет сжатый пшениц и ячменя, то возле Гумно скапливается много зерна. Его надо караулить. Значит, мужчины остаются там караулить это зерно. Поэтому Боза остается там ночевать, чтобы это зерно караулить. И это ведет в порочной практике, которая заклинила проком Оше. Вот, не радясь израильной цели, по-видимому, развлажив с их гумно нахлебных. Короче, когда кончается жатва, то из города Гумно идут в женщины легкого поведения и вот дары разврата и так далее. Откуда мы это знаем? Это нам Раша говорит. То есть вот там длинный комментарий и он дописывает вот эту порочную практику. И наумие получается, что она как бы толкает труд вот на такой поход. и вот мы читаем то, что Руд говорит Наоми, я сделал все, что мне скажут. И сделал все, как наказал Святой. Такое впечатление, что как Святой сказал, так Руд и сделал. Но вообще-то мы знаем, что Руд не такая аж послушная. У нее есть собственное мнение. Например, когда Наоми ей говорила в степях Маава, не иди со мной, оставайся у своего народа. Руд настоялась чтобы пойти. Вот Раш нам сообщает, что здесь Руд тоже сделал все по-своему. Он обращает внимание на то, что как Наоми сказала, наведи марафет, садим у гумана. А Руд сделал наоборот. Сначала сошла на гумана, а потом уже сделал все остальное. Как это надо понимать? Из комментариев вашего мы можем еще понять вот как. Смотрите, полевые работы кончились, Руд вернулся в город. Теперь ей нужно вечером идти обратно на гуману. Женщина одна идет вечером на гуману, в общем, опасно. А вот если она один, скажем, женщина в том поведении и в толпе таких женщин пойдет на гуману, это будет менее опасно. По видео Наоми имеет в виду именно это. Так по крайней мере мы видим по комментарию Раш. Наоми больше заботит о своей безопасности, чем операции. Наоми делает по-другому. Значит, Порош, она делает вот так. Она, как была в своей рабочей одежде, в таком виде идет обратно на гуману, берет с собой приличную одежду, то есть она, грубо говоря, возвращается на гуману в спецодежду, как будто она там что-то забыла. И уже на гуману переодевается в приличную одежду и там, не знаю, наводит марафет и в таком виде предстает перед бозом. Вот видите, естественно, она уже одета довольно прилично, а вот боз стоит на гумане. И на гумане происходит их объяснение. Это место, ну, как бы сказать, это кульминация, это критическое место, книги Руд. То есть до этого все было непонятно. А после этого объяснения пошел прямой путь к рождению Давида. То есть вот в этот момент мы как бы ощущаем незримое божественное присутствие. Там что получается? В книге Руд имя всемишнего упоминается еще на четвертый раз. Но оно упоминается на четвертый раз разговором. А вот здесь происходит то самое. Вот что было в божественном присутствии? Что химия произошла между его бозом и Руд? Они как бы после этого они тоже не теперь посмотрите как еще трогательно боз заботится о репутации. Он говорит уходи затемно. Нельзя чтобы знали что ты приходила на бомно потому что возникает вот такая ассоциация. Возникает ассоциация с женщиной легкого поведения. И все сработало. Таким образом самое начало вот здесь документ незримая рука Всевышнего привела к тому что Руд в конце концов вышла замуж за бозу и родила Давиду через много лет Давид тоже на гумне построил храм. Вот такая непритязательная история о том как хозяйственная площадь имеет божественное значение. Все. Спасибо за внимание. Спасибо. Я тут слышу меня? Что? про города Нататат она все-таки хоть там оденгумно но если это там где ты показал как назвать Хульда да? Это Бетхогла судя по всему это Бетхогла но там нет никакой возвышенности это исключительно ровное место долина Орда ее видно сразу там важно вот что когда мы говорим высота это не столько высокое место а столько любезного поклонения и оно должно быть хорошо видно и там написано вот как увидел Хананей то есть это место было видно очень издалека его видно с горы да сверху нет не так на горе там никто не живет Хананейцы живут как ярдер просто видно потому что там все плоско откуда там видно да а кстати вот это вот неизвестно точно где этот Шломон ну где он ты говоришь Шломон там Шломон пришел в Гибон в Гибон да где это точно было старый Гибон это на самом деле город он старый Гибон это Альджип это он напротив Гибона Хадаша по другую сторону 476 да но тем не менее он тоже внизу есть такое подозрение что это где-то около Гивадзеев действительно на высоте то что происходило там так в Гибоне делали раскопки похоже что там нашли я сама там копала поэтому нет я копала в этом в Гибадзееве там тоже есть подозрение что это было в Гибоне есть брехагедула где происходили много это 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 другое событие да но это ты сам говоришь это не в городе да там в Гибоне была высота высота где была эта высота Гибона не очень понятно ну да вот я говорю есть подозрение что-то округе Вадзеев больше ничего не хотел сказать точно неизвестно просто мы там копали еще ничего не нашли главное подозрение падает на Кевершмуэль самое высокое место в районе но там делали раскопки ничего не нашли мы там тоже особенно ничего не нашли хотя много чего нашли но очень трудно найти что-то от высоты от самой там собственно что принесли жертвы и ушли там больше ничего как бы нет это нету там есть остатки хананейских построек там очень много чего было потому что место такое которое над шоссе ну или над дорогой которая идет в Иерусалим вот всегда вела и это был как бы перепуть там всегда много чего было но именно вот следов того что там именно Шломо приносил жертву мы пока не нашли смотрите в тексте Гевон фигурирует не раз и мы знаем что там там что получил Давид уже построил жертвенник на храмовой горе но основное место похваления был Сон Гевон да 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 но где оно пошел туда и получил там свое пророчество ну мы с Мишей Фрейкманом там несколько лет копала я как волонтер поэтому я хвастаюсь что там но на самом деле я еще копала в одном месте в Италии там тоже искали мы место жертвенника с другим археологом Арун Тавгер сын того Бензиона Тавгера из Ариэля там тоже трудно найти свидетельство что здесь был жертвенник очень трудно кроме как в Дании например там просто сохранилась вся структура а так вообще очень трудно не стоял можно тут как бы два соображения таких возникло по поводу как вы перевели Бомот это как Гваот высота это Гваот больше не жалею Павловск это больше может быть лучше перевести помост или погост это не обязательно должна быть высота высота во-первых потому что когда на иврите говорится высоты значит говорит довольно часто это не высота на иврите Реган на иврите это Бомот правильно Ло Гваот это не Гваот нет просто у меня просто тут дилемма на каком языке писать я вот в этих лекциях ориентируюсь на тех кто не знает иврит поэтому понятно на иврите это написано Бомот говорите Бомот безусловно да а Бомот это не обязательно Гваот ну по-русски это переводится так я не знаю какого другого слова это просто нет если мы говорим о молодьбе о сборе урожая и так далее о просеивании и так далее то это называется погост или же помост нет погост это вообще кладбище да да нет не обязательно кладбище нет ну смотрите эту терминологию мне пришлось выучить окей это первый момент вы знаете например такие слова овин или рига да да рига рига да я собираю конечно я неплохо знаю русский поэтому я не спорю здесь вы правы да но мне интересно как вы вот лично чисто технически относитесь к тому что-то нерационально поднимать на повозках возить такое количество зерна снопов потом это все нужно свозить вниз нет тут так экономически невыгодно чисто логистика зерно надо провеивать провеивать надо на ветру так сказать и поэтому это нужно делать на высоком это нужно делать не столько на высоком месте на месте есть много ветра когда есть аэрогеномический эффект между двумя в долине например между двумя горами там аэрогеномический эффект намного больше чем даже на какой-нибудь волосе ну вот смотрите сейчас я сделаю шею сейчас одну секундочку шею вот видите здесь примеры вот реального гумно сейчас не видим ты не сделал шерст лиха сейчас видно ну да да видно вот так вот посмотрите вот на эту гумно видите оно не на вершине горы но видно что оно хорошо продувается и вот это место хорошо продувается вот это место находится на вершине горы это фактически поле рядом вполне нормально конечно я как бы не вижу я как бы не вижу что это место оно выше других вокруг вот это место выше вот это место вы явно это да вот крайне лево смотрите а вот вот я нашел фотографии вот это все гумно Это гумно, это гумно, это гумно. Это однозначно в горах, да. Да, это все выше. Это все, так сказать, в нашем среднем. Лично меня это очень смущает. Чистая логистика абсолютно невыгодная. Это масса сил, усилий, валы, коровы. Да нет, но это все зависит от ситуации. Где поле? Ищут в районе поля. И что есть ситуация? Так зависит от высоты. Высота, на нее надо подняться. Но если на высоте у вас поля, если поле у тебя на высоте, в нашей стране поля есть и высокие. В любом случае это нужно свистеть. Дайте лектору ответить, господа и дамы. Я модератор, нет? Доктор Михаил Голосовский, пожалуйста, схватите уже свою баму и отвечайте. Смотрите, значит, у этого бруна, как мы видим, я раньше всегда думал, что это чисто технологическая площадь. Тем более, что в России, кстати, гуманулое довольно часто закрытое. Потому что там дожди есть, нужно зерно хранить. Это просто закрытое помещение. Но здесь, у нас на Ближнем Востоке и вообще по Среднему Средиземному морю, у него есть как бы и технологическое значение, и религиозное значение. Посмотрите, вся обработка хлеба, у него тоже религиозное значение. Например, мы не говорили про... В Панахе есть масса стихов, когда говорится по плоды горн в эгар, что нужно отделять там часть от урожая. Так же, как от хала отделяем от теста хала, так же, как от урожая на гумне, мы отделяем там какую-то жертву. То есть видно, что это место имеет религиозное значение. И поэтому и антураж должен быть правильным. Вот так. А насчет того, почему это делать в горах, это вот какая проблема. Если это делать рядом с полем, то жалко площади. Просто жалко площади, потому что это ее можно засеять. И между прочим, как я понимаю, некоторые гумна делали вот как. Их использовали как гумну, а потом распахивают. Потому что жалели площадь. А в горах, ну, проблем-то, площади навалом. Поэтому, да, действительно, тяжело туда таскать зерно, но зато там есть площадь. А возле полей ее просто нету. Жалко точнее. Вот так. Ну, Женя Смитов хотел сказать. Я хочу сказать, что я гумно такое видел, и как бы не молотил это самое зерно. А это было где-то не то в Индии, не то в Непале. У них гумно-то типа такой площадь такая, как базарная, можно сказать. И они пригласили туда какие-то колоски. Там вот точно как бы беговатрут один к одному. Они это самое молотят зерно. И на ночь они действительно там, чтобы роса это не отсырел, они накрывают такими попонами. А днем, когда солнце не открывают, то есть как бы внутри города и внутри поселка находится губно. Жень, если можно, не двигайся. У нас головокружение. Я понял, все. Короче, наверное, в разных странах это по-разному происходит. Но в данном случае... И в нее более влажная. Да, потому что в ночью там попадают носа. Более влажная, а у нас сухо. И поэтому они накрывают, чтобы оно не отсырело. А приходит, когда солнце, они опять открывают эту самую мешковину. То есть они как бы... Это губно находится как бы внутри города. Или внутри деревни, где-то там на площади. То есть, наверное, в разных странах, разных народах это все по-разному находится. Но просто я хочу поделиться то, что я видел. Все. И у меня, если можно, маленькое замечание. Вот не в другую сторону. Не с точки зрения географии, гумна. Я как-то на гумне, мне как-то не пришлось вообще говоря пахать. А вот интересно слово бомот, да? Ну, так как бы... Человек, который живет в Израиле, первое, что он знает. Там вот... Есть театральная касса, которая называется бомот. И вообще, я так подумал, самый простой перевод на русский язык, это, видимо, театральные подмостки, да? Ну, так интересно, что слово бомот... Танахи-бомот, Танахи-бомот, это явное имелопоклонство. Я не знаю, поправьте меня. Нет, 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 сейчас я... Нет, это не так. Это не явно. Сейчас найдем. Сейчас я сделаю шер-скрин. Одну секундочку. Почему это с театром связали? Вот что интересно. То есть, как бы, зрелищное мероприятие. Ну, а что? Нехамы, это не так? Нет, нет, Натан, бома – это сцена. Конечно, конечно. Нет, бома – это сцена. Это и идолопоклонство, и принесение жертвы, когда нет храма. Вы говорили о современном значении бома. Бома – это сцена, театральная сцена. Нет, сейчас. Это черновик. Я здесь выписал все много упоминаний, когда говорится про бомот в положительном смысле. А-а-а. Да. Понятно? То есть, здесь бомо переводится высоты, но в оригинале бомо. Вот везде сказано высоты, видите? Да. Так? Вот здесь высоты. Здесь выписаны все упоминания высот в положительном смысле. А, да, серьезно? Вот, пожалуйста, кто угодно. И в книге дворин есть положительный, и в них вот Амос. Нормально. Хорошо, но если мы сейчас отрижаемся… То есть вот в чем. Нет, тут поинт, как бы вот в чем. Все эти бомот, гваот, они заклеймены, заклеймены в книгах пророков, в книгах царей, потому что уже был храм, потому что были реформы царя Хискияу и царя Йошияу по их уничтожению. Но вот период от Шауль, Давид и начала Шлумо 60 лет, когда храма нет, а поклоняться хочется. Вот тогда бомот, они играли положительную роль. И хотя в дальнейшем в книгах пророков это затушевывается, но как бы более ранние книги, книга пророков, книга царей, более ранних книгах, книга дворин и книга там судьи и так далее, там бомот фигурирует в положительном смысле. Потому что а как иначе? А где поклоняться? Окей. Но в любом случае это сейчас Ракшния одно одно предложение. Но в любом случае, по-видимому, бомот это место, где происходит некоторое действие. В общем, это действие посправляющее. Мы бы сказали некоторое театральное действие. Правильно? Я не знаю, кто придумал. Бен Элизер придумал бомот, связанный с театром. Альбом, Альбомотеха хололива. Хорошо. А в национальном театре Абима? Да, Абима это в Астангу. Ну, смотри, из того, что мы сегодня проходили, видно вошли. Мы хорошо скажем, гумно это бома. Что там происходит? Там гадают и там пророчества. То есть, вот все, что происходит, вот вся эта история с пророками перед, вот, сейчас, книга, давай мы вернемся вот к этому. Но главное, там жертвы приносят все-таки, да? Нет, 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 жертвы не приносят. Жертвы там не обязательно должны быть. Не обязательно, но реально были. Я не видел. Исторически точно. Нет, смотри, а потом этот жертвы на время, это же технологическая площадь, вот что, его же нужно, так сказать, убирать на время гладьбы. Ну, это, это потому, что ты это ж десляешь всегда. Горин, как бы, он всегда работает как бома. А может быть, есть бома сама по себе, который не горин. Конечно, конечно. Вот смотрите, вот Андрей, на там, вот история Аханда и Ашафата. Они сидят на, вот, видишь, на троне, на бумне у входа в ворота, то есть это, видимо, это колоссальная площадь у входа в ворота Шамрона. Там 400 действующих лиц, пророков, пара, так сказать, высокопоставленных зрителей, так сказать, два царя, и еще там какой-то антураж. Вот театр. Окей, значит, все правильно. Значит, Элизар Бен-Иуда, он все правильно делал. Окей, забавно. А только современным театральным деятелям, я думаю, что надо вот им показать на самом деле урок доктора Михаэля Голосовского, чтобы они поняли, наконец, чем они занимаются. Я хочу добавить, что в Римской империи, в любом нормальном городе, был антитеатр и был объема. И поэтому там это исчезло. Даже у каждого жителя должен был быть мануй для этих представлений. Потому что раз в год они всем собирались и смотрели представления. Наверное, оттуда это и пошло. Секундочку. Действительно, а в Римской империи это совмещалось их использование как некого центра религиозного для принесения жертв, а также как театрального или там гладиаторского какого-то. Или это было разнесено? Это чисто театральное представление было бы у них. А тогда, значит, нет. Делаю шер-скрин. Но интересно было бы, что если у них бы религиозное значение тоже имело у римлян. Сейчас, сейчас. Можно уточнить? Вот эти фотографии вот вы видите, да? Да, да. Это Греция и Словения. Вот тут море даже видно. Это Греция и Югославия. Вот здесь написаны они там праздники Деонисия. Это не наши места, но близкие к нам. Все здесь место религиозного служения. Языческая правда, но в общем... Михаил, это больше похоже на винодельню, где давят вино. Нет, винодельня внутри города. Винодельня, она должна быть опущена, у нее должен быть стол. Винодельня внутри города. Как это так? Смотрите, я очень много объездил в Израиле и на шетрахе, и на велосипеде, и везде. И видел вот на этих развалинах очень много вот именно вот таких виноделем и маслобоем. Это внутри города. Винодельня внутри города. В каком городе? Где внутри? Это на шетах. На шетах и там раньше был город, а потом его не раскапали. Нет, не всегда. Как правило... А, нет, сейчас, я могу сказать, вот разница. Правило это сторонник. Вот смотрите, вот винодельня, так? Вот бедюк, вот, да, да, бедюк, вот жалобоем. В чем разница? Зерно молотит сюда, вы не загоните быков. Видите, это специально сделано круглое. Тут быки ходят по кругу и молотят. Это понятно, да. Но это довольно трудно. Вот это винодельня. И, так сказать, они, видите, здесь есть как бы сток для вина, а здесь этого нет. Должны быть, да, должны быть жалоба, лунки. Да. Окей. Ну, хорошо. Кроме агрессивно спорящих израильтян, кто-то хочет что-то сказать? Лена из Петербурга, Лена из Петербурга, я правильно сказал. Таня Шатханит. Кто-то что-то хочет что-то добавить, чтобы не было претензий, что лишают голоса? У меня просто удивляет, что такой знатный человек там на гумне остался и вообще этим занимался, сел, там, веял. Как-то вот вопрос. Надо же историю почитать, там все написано, там нет ничего удивительного и случайного. А я историю как раз и читала, я просто думаю, что там какая-то еще дополнительная информация от нас. Смотрите, мы можем гадать, почему это так, но в другой стране он же не женат, а что мы в городе делаем? Может быть, это характеризует его как хорошего хозяина, который должен быть в первых рядах, за всем следить, он пришел на поле смотреть, как там все правильно, зачем на самом деле все знатный, богатый, он приходил в середине работы, проверить, все ли правильно. Если мы вспоминаем историю Давида в Кииле, то Гумно это очень уязвимое место, его грабят почем зря, и для того, чтобы Давид пошел защищать жителей Киила, чтобы они не грабили зерна от страшного врага, и видно, что он не хочет туда идти, видно, что это как бы и Шаули боится, и Филистимент боится, но для того, чтобы защитить Гумно, все-таки говорит, идея защищает, то есть это очень важное дело, если украдут оттуда зерно или спалят его, ты останешься просто без зерна на всю зиму, поэтому то, что бог там остался, это меня не удивляет, у меня, честно говоря, возникает другой вопрос, сейчас вам покажу вот в этом аспекте, это же как бы психология, правильно? Сейчас сделаем share screen, что мне самому не ясно в этом вопросе, вот видите, это начало, вот так и осталось и осталось она, руд со служанками босса, подбирая колосья, пока не кончилось жатва ячменя и жатва пшеницы, а жила она у своей своей крови. Теперь вся эта история, видите, босс веет ячмень на гумне, и то есть все это вот такое романтическое объяснение, оно происходит в то время, когда веет ячмень. После этого, как мы понимаем, что произошло после этого? Босс не стал терять времени, пошел там, договорился с родственником, чтобы он не имел претензий на рот и быстро-быстро на ней женился, правильно? Так мы понимаем. То есть его комментатора хвалят, вот он не стал откладывать, быстро оформил все бюрократические формальности и, так сказать, быстрее женился, как можно быстрее. Но смотрите, что происходит. Это плохо совмещается с этой фразой. Почему? Когда жатва ячменя? Жатва ячменя, она от Песха до Шевота, а жатва пшеницы от Шевота и до конца лета. Он веет ячмень. Когда это босс? Когда это происходит? Это происходит до Шевота. И так мы понимаем, что свадьба должна была быть сразу после Шевота, а тут получается, что она все лето ходила и подбирала колоски. А что он разрешение в Рубавнути ждал? Ну непонятно. Вот эта фраза как-то выпадает. Получается, что свадьба была уже в районе Суккота. Вот это неудивительно. Что он так долго ждал? Или здесь с этой фразой что-то не то? На самом деле, мне кажется, пшеницу все-таки она созревает уже после Сушевота. ее уже происходит. Но не все лето. Рутый босс происходит до швота. А вот это непонятно. Почему до швота? Может быть, они... Потому что ячмень после этого... Его уже свезли, но может еще ими не занимались. Потом они сразу... Нет, так не может быть. Это все делается быстро. Ты заканчиваешь ячмень и начинаешь сниться. у тебя не может быть... Тогда вопрос действительно непонятный. То есть получается, что вот эта история с том, что она там была всю жатую пшеницы, это что-то странное. А вот эта картинка с покрытием, она же уже могла без покрытия или это от жары она носит? Или это не... Ну, на картинке она... Картинка это фантазия художника. А, это да. А нет, что она в закрытой одежде. Ну, посмотрите, бедуины и носа заматывают, и рот, и летом особенно. Потому что, смотрите, заматывать все тело в поле у нас тут нужно обязательно, потому что мухи ссидят. То есть одно дело, я утром это от солнца, а вечером от мух. То есть это нормально. Не обязательно мухи. Михаил, речь идет о мае и июне, я так понимаю, начало июня. Тут жара стоит, тут просто солнечный удар через пять минут будет без мух. Ну, смотрите, она, неважно, так сказать, бедуины, мы видим, как они ходят, замотанные столбик головы. От солнца, а не от мух. От мух. Не, это я видел, так сказать. Ну, понятно. Я живу, я живу в медвари уда, я вижу бедуины вокруг, и вижу, как они одеваются. То есть они в пасмурный день, они все равно заматывают морду. и если как бы погулять там не заматывая морду, то быстро понимаешь, в общем, все. Короче, трудно узнать, что девушка уже свободная в данной ситуации. Нет, ну, смотрите, значит, там так, текст написано там все очень грамотно. Как только Рут появилась на поле Боуза, он сразу о ней осведомился. И он сразу стал о ней наводить справки. То есть ему не нужно было, это не то, что вечером он просыпается, а у него в коленах какая-то незнакомая женщина. Знакомая женщина, он все не знает. Я хочу добавить насчет закрытия лица, кроме всяких религиозных и других дел. Проблема в том, что тогда не было косметических средств. И поэтому женщина закрывала лицо, чтобы на солнце кожа начиная быстро стареть, покрывается морщинами. У мужчин было немножко проще, у них просто борода и ничего не видно. И поэтому арабские женщины, живущие в наших краях на Ближевостоке, они закрывали всегда солнце. Это независимо даже от религиозной принадлежности, потому что действительно солнце очень сильно влияет на кожу. Сегодня у нас есть всякие косметические средства, которые можно кремы покрыть и будет все нормально. Мне кажется, что это тоже одна из ключей, потому что в 19 веке это была основная проблема, чтобы кожа не портилась. Да, по-моему, это разумно. Я с этим точно согласен. Дело не в этом. Дело просто пять минут не выдерживалось. Тогда бейсболок не было, кепок не было, каких там шляп не было. Была только накидка такая, о чем ты вообще? Старик, ну кожу беречь надо. Послушай, тебе говорят, бедуинские женщины хотят беречь. Я тебе говорю, что ты на меня наезжаешь. Я что, не согласен, что ли, что не было крема, не было... Мужчины тоже, так сказать, заматываются, не надо. Причем здесь крема? Тогда были кепки, тогда были что, эти бейсболки, были? Что ты мог надеть, кроме накидки и вот этой вот... Они сегодня не надевают кепок. Они сегодня... Правильно, потому что, во-первых, это традиция, во-вторых, это более практично. Ну, а может быть, они просто кепки не любят. Так, господа и дамы, я думаю, что надо заканчивать этот тур. Хорошо, мы обсудили практически все, включая проблему кепок и бейсболок у бедуинов, которые никак не хотят идти в ногу с прогрессом. Хорошо? Все, Нехама нас покинула. Окей, мы на этом заканчиваем. Да? Да, было интересно и весело. Окей, потрясно, интересно. Миша нас просто внедряет в саму суть реальности происходящего. Все. Следующий урок когда будет? С божьей... Да, у Миши... У Миши... На следующей неделе нет. На следующей неделе у меня свадьба, так что...